Всем привет! Добро пожаловать на канал Американской мечты! С вами Влада и я хочу в этом видео поделиться с вами одним очень красивым местом, в котором мы побывали в конце августа 2017 года. Это место находится в штате Приджиния и называется это все Лурейские пещеры. Описание будет немножко ниже под видео, там будет ссылка на сайт и адрес этого места. Место очень популярное и действительно очень интересное. Это очень интересное озеро, которое называется Зеркальное озеро мечты. Здесь можно загадывать желанием. Здесь совсем немножко осталось воды. Выглядит это все, конечно, чарующе. Это маленький слой воды, в котором очень красиво зеркально отображается потолок. Эти пещеры были созданы всего лишь совсем немножко 7 миллионов лет назад, но открыли их в 1878 году по случайности. Действительно, абсолютно случайно их обнаружили. Здесь много образований и сверху, и снизу, и сталактиты, и сталагмиты, в общем, все, что вашей душе угодно. Экскурсия стоила 20 долларов с одного человека. Места здесь не совсем много и желательно быть не сильно высокого роста, потому что в видео видно, что приходится иногда преклонять голову, чтобы она осталась у тебя на плечах. Место, похожее чем-то на лабиринт, на квест. И тут можно немножко поцарапаться, и локтями слишком не размахивайте. Как-то аккуратно себя ведите. Место действительно историческое является национальная достопримечательность. Это одно из самых популярных мест Восточной Америки. Когда обнаружили эти пещеры, оказалось, что часть этих пещер были затоплены водой, но потом их осушили со временем, поэтому иногда есть вероятность, что на вас с потолка будут капать капельки. Почему-то они капали не только на мою голову, но еще на мой телефон, который все это снимал. Как оказалось, это древняя легенда, которая гласит о том, что если на вас упала капелька, то это значит, что пещера вас поцеловала и дала вам счастье на 100 лет. Но где-то счастье у меня было лет на 400, и еще по пару 200 лет на моем телефоне. Как оказалось, дальше, эта история была рассказана уже в конце, при выходе из пещеры, люди начали как-то немножко паниковать, и я так поняла, что особо ни на кого не накапало почему-то. И потом большое количество деток также присутствовало на экскурсии, и они очень хотели, чтобы их поцеловала пещера, и они уже были готовы подставлять свои головы куда угодно, чуть ли не в лужи под ноги, потому что им нужно было это счастье на 100 лет. Мы были на глубине где-то примерно пятиэтажного дома, но можно спуститься еще ниже. Там длинный лабиринт, все дорожки, все тропинки выложены тротуарной плиткой, как у нас в Днепропетровске, и есть поручни. Но, к сожалению, из-за воды нужно смотреть под ноги, потому что тропинки бывают скользкими, несмотря на то, что вроде бы как лето. Мы одеты были, естественно, в летнюю одежду, это конец августа, но в некоторых, так можно сказать, как уровнях, да, левелах, там бывает прохладно. Чуть-чуть пройдешь, там буквально повернешь за угол, уже нормально, уже не холодно. И так на протяжении вот всей экскурсии, где-то экскурсия была минут 30-40. Очень интересно было, все на английском языке, но, в принципе, ничего сложного. Исторические факты, которые можно спокойно прочитать в интернете. Я особо не готовилась, я не знала, что мы туда едем, поэтому я просто наслаждалась этим местом. Я не планировала снимать видео, это просто мои наброски чисто для себя, для памяти. Как-то вспомнить через некоторое время, где мы побывали. И о том, что мы едем в это место, я узнала буквально за 10 минут, когда мы начали покупать билеты. То есть такой был немножко сюрприз. Я вообще любительница всякого такого подземного и природного. И можно сказать, я, кстати, нарушила их запрет, нельзя их трогать, прикасаться к вот этим вот образованиям, которые сверху, и снизу, и с потолка, и везде растут. И они продолжают расти. И я все-таки до них дотронулась. Я не знаю, как они это заметили. Там была толпа 40 человек, может быть, 50. Сделали мне замечание, но бог с ним, что все. Первый и последний раз здесь, что все их не потрогают. Как же все потрогают, господи? Сколько ты жизней? И на ощупь я вам могу попробовать описать, сравнить это. Вы знаете, есть в магазинах, продается арахис, который покрыт белым йогуртом и заглазированный весь какой-то такой пленочкой. И вот чем-то наподобие это похоже на глазурь. Вот честно, и по ощупу, и по консистенции, и по твердости это глазурь. Она не соленая, там, честно говоря, никто его не пробовал на вкус, но там очень красивые формы он приобретает. Мне иногда казалось, что это тесто или что-то наподобие мороженого, или какое-то, может быть, жидкое тесто для кекса или для торта. Вот очень похоже. Я не могу сказать, что было эхо, но тем не менее, там было интересное место, где играла музыка. И чуть дальше я сохранила этот кусочек со звуком. Когда открыли эти пещеры, на нижних этажах были обнаружены детские останки. Эти останки были примерно 500-600 лет назад. Это были бывшие индейские поселения. И они, эти косточки, были внутри этих сталактитов и сталагнитов. И это действительно все произошло тогда, когда, наверное, захоронение уже провалилось под землю. И вот таким вот образом были обнаружены кое-какие и останки, и кое-какие предметы обихода. Но это было так много лет назад, что, понятно, уже это представляет историческую ценность. Но ни в коем случае не какое-то захоронение в плане жертвоприношения или еще чего подобного. Потому что все-таки эти пещеры ранее были заполнены водой. И вот эти вот останки были именно внутри, как вросшиеся. Очень интересно. И до сих пор эти новообразования и сверху, и снизу, и по бокам продолжают расти. Но они иногда обламываются, становятся тяжелыми и просто ломаются. Еще есть красивое место. Нам показали вот эту вот скульптуру, можно сказать, природного происхождения. Одним людям кажется, что это новогодняя елка. Другим людям казалось, что это конус или верхушка башенки на песочном замке. Мне показалось, что это или мороженое, или кекс, вот что-то наподобие этого. То есть это что-то съедобное из теста. И походу еще не совсем готов. Действительно популярное место в недрах земли для проведения торжественной росписи бракосочетания. Это место действительно арендуют. Гостей особо много там не поместится. И есть там музыкальный инструмент, органы. Очень классное место. Действительно, знаете, как будто в недрах земли, где-то там ближе к ядру все это зарождается. Так вот, вот этот кусочек видео с музыкой, где играет орган. До того, как играет, капельки просто иногда капают. А когда начинает играть музыка, капельки капают вместе в такт с музыкой. И сейчас я поделюсь с вами этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бездонная, красивая, чистая вода. Это озеро называется Wishinwell. То есть желаю всего хорошего. В это озеро, в эту воду нужно кинуть монетки. Для того, чтобы их потом передали на благотворительность. То есть вот этот вот стенд с информацией, это отчет каждый раз, в какой фонд они жертвуют денежки. Для того, чтобы пустить их на доброе дело. И как всегда, ну американцев вы знаете, у них или безналичный расчет, то есть они берут с собой карты. Или купюры, это 10-20 долларов мелкими купюрами на всякий случай. А мелочь всегда валяется во всей машине. То есть мелочь они с собой не таскают. Ну как всегда, я же девочка продуманная. У меня мелочь с собой была в кармане. И давай я раздавать эту мелочь всем желающим. Вот, потому что всем хотелось пожертвовать денежки. Когда вы кидаете денежку в железную, вы кидаете ее и загадываете желание. То есть желаю вам всего наилучшего в Wishinwell. Но поскольку на всех у меня мелочи не хватило, люди кидали и бумажные купюры. И то есть видно, вот было на видео, да, можно даже перемотать, что как мы кинули монетки. И да, я удивилась, что я увидела очень много бумажных денег. Так, удивительно, что они еще кредитные карты тут они кидали. В конце экскурсии у меня возник вопрос, кто же является собственником всей этой территории. Как оказалось, после того, как эта пещера была открыта, там собственником является вся та же семья, которая уже 4 поколения владеет этой землей. А если они владеют землей, они владеют всем, что внутри, снаружи, под землей, со всех сторон. И у них целая компания открыта. Поэтому это коммерческая деятельность, несмотря на то, что это национальная достопримечательность, это не государственная собственность. Все это принадлежит одной семье, передается из поколения в поколение по наследству. Они ее не продают и сохраняют до сих пор в первозданном виде, только без воды, конечно же, внутри. Даже была удивлена, когда на выходе из пещеры я увидела зеленое растение, которое действительно настоящее. Я была очень удивлена. Да, как же оно там растет, непонятно. Когда вы поднимаетесь на землю, как говорится, возвращаетесь на свет белый. Был магазин с натуральными камнями, я такая любительница всего такого природного. И я обратила внимание, что цены там, конечно, знаете, не сильно дешевые. И в конце все-таки у меня возник вопрос, откуда вся эта красота? То есть где вы это все добыли? Как мне объяснили, это просто коммерческий проект, это добыто не в этой пещере, не на этой территории, не в этой местности. Это все привозное, так что в Америке все это привозится, отвозится, шлифуется. И это было добыто, вся эта красота не в этой пещере. Ну, к сожалению. Всем большое спасибо за просмотр, спасибо, что провели это время со мной. Если вам понравилось видео, ставьте пальчик вверх. Не забудьте подписаться на канал, будем вместе ждать новых видео. Желаю вам всего хорошего. Даю вам от себя поцелуи от пещеры, потому что маленькая капелька тоже должна обязательно на вас попасть, именно самопроизвольно. Желаю вам счастья на ближайшие 100 лет и всем всего хорошего. Пока-пока.